О начинании всякого дела Не начинай прежде никакого дела, самого малого и ничтожного, пока не призовешь Бога, чтобы Он помог тебе. Рече Бога сподь. Без меня не можете творить и нечисоже, сказано в Евангелии от Иоанна. То есть ниже сказать, ниже помыслить. Другими словами, без меня не имеете права делать никакого доброго дела. Поэтому надлежит призывать благодатную помощь Божию либо словами, либо мысленно. Господи, благослови, Господи, помоги. Без помощи Божией мы не можем ничего сделать полезного и спасительного. А если делаем что-либо без испрашивания благодатной помощи у Бога на свое дело, то этим только обнаруживаем свою духовную гордость и противимся Богу. Призыванием имени Божия мы получаем благословение от Господа, который скажет в день Он, «Придите благословение Отца Моего и наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира», как сказано в Евангелии от Матфея. А те, кто не будет иметь на себе печати благословения Божия, тем скажет, «Отойдите от Меня, я вас не знаю», как сказано в Евангелии от Луки. Вот как важно для нас призывание имени Божия и получение благословения от Него на все дела и начинания наши, и в особенности при чтении Священного Писания, а наипаче пред молитвою. Итак, при всяком малейшем деле и начинании дела, идем ли по ровному месту или по негладкой дороге, под этим, разумеется, разного рода наши дела и занятия во всех видах и родах. «Всегда вызывай к Господу о помощи, иначе не будет благополучия не только при обычных житейских занятиях, но даже и при святом деле. Но конец его будет печальный и даже греховный», по словам святителя Иоанна Златоуста. Наше забвение Бога не дает нам возможности вспомнить Бога и призывать Его благодатную помощь нашей немощи не только при важных и спасительных делах, но и при самом малейшем деле и слове и мысли. Какое грозное определение ждет нас, забывающих Бога. Но помнящих и призывающих имя Божие Господь утешает через пророка Иеремию, говоря, «Памятью воспомину тех, кто воспоминает мое имя». Память о Боге означает молитвенное призывание, а не простое воспоминание имени Иисусова. Нашему нерадению и забвению способствуют бесы. Они повсюду населены, обитают на земле и в воздухе, и в поднебесной, и в преисподней, и следят за каждым человеком, как бы совратить его с истинного пути. Из-за нашего забвения о Боге бесы бывают близки к нам, как воздух, окружающий нас. Они касаются нашего тела и даже мыслей по попущению Божию. Но верою в крестную силу Христову и крестным знаменем мы можем угасить все стрелы лукавого.